Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами разберём небольшой отрывок из моего любимого сериала. Я надеюсь, что он вам тоже понравится или нравится уже, если вы его смотрите. Сериал называется «Flee back» или «Дрянь» на русском языке. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, мои дорогие друзья, сериал, о котором мы сегодня поговорим, он британский. То есть, если, опять же, вам нравится это произношение, ну, и вы хотите потренировать своё личное произношение, то прям тоже вам советую, и наберётесь очень много всяких интересных словечек, сленговых. Ну, короче, там очень, правда, очень классный сериал, очень такой прямо жёстко-саркастичный. Вот если вы любите самоиронию, вообще, в принципе, иронию над людьми, людскими отношениями, просто вам очень советую. Сериал был, по-моему, его начали снимать где-то в году 2016, вот, и как раз уже в этом году они получили очень-очень много наград, как и лучший сериал, и лучшая актриса первого плана, да, Фиби Уоллебридж. Вообще просто шикарно сыграла роль этой прекрасной дряни, по сути. Ну, очень супер, прям не могу, обожаю. Вот, и сегодня мы с вами разберём отрывок такого странного ужина этой семьи. Да, соответственно, там собирается отец, новая пассия отца, его две дочери, вот, главные актрисы. Что интересно, священник, который будет, как бы, женить отца с его новой пассией. Вот, ну, и этот ужин, конечно, вообще очень неудобный, то, как они общаются, это очень смешно. Вот, и вот вам хорошее слово, awkward, да, когда вы такие, когда вы чувствуете себя awkward, это имеется в виду то, что вот вы себя чувствуете неловко, неуютно, да, и вот, соответственно, пойдёт речь об awkward dinner, да, о неловком ужине. Всё дело начинается с совершенно невнятного тоста отца. Вообще непонятно, что человек хочет сказать. Давайте послушаем. Ну, то есть, ну, он говорит абсолютную фигню, да, которая не имеет смысла. Просто, знаете, находясь здесь, я знаю, что у нас там было, потому что у меня чувства здесь, и я просто хочу сказать большое, то есть вообще какая-то просто несусветная, не знаю, ахинея, ахинея, вот. Но почему он так говорит? Потому что, на самом деле, здесь тоже нужно понимать такую вещь. Британцы, англичане, британцы, именно англичане, они очень как-то странно между собой общаются, они очень сильно стесняются, они всегда боятся кого-то обидеть, задеть и все дела, вот. И отец поэтому не может по-нормальному произнести то, сказать то, что, блин, какой-то у нас был плохой период, все мы что-то переругались, но я очень рад, что вы все пришли, я очень рад видеть там всю мою семью, спасибо вам большое. Он не может это сказать, потому что вот он умирает от своего какого-то вот этого вот внутреннего смущения, вот. Поэтому это тоже, как бы, такая самоирония над, ну, англичанами. Давайте посмотрим следующий отрывок. Итак, из этого отрывка мы с вами возьмем слово jumpsuit, которое переводится как комбинезон, да? Хорошенький комбинезончик. Запоминайте, ребят, что читаете, не sweet, не suit, jump suit, jump suit, окей? Просто долгий у у нас здесь. Вот, и дальше сестра говорит, you look well, да, выглядишь хорошо, где ты была? И вот главная героиня отвечает, boots. Boots – это, по сути, серия аптек. Как ты в 36,6, да, то есть представьте. Где ты была, да, в 36,6? Там очень хорошо в этот период времени. Ну, то есть, да, сарказм. Вот, и еще хочу обратить внимание, как раз здесь вот you look well. Мы можем еще сказать you look good. Разница в чем? You look well – это когда мы говорим про, ну, именно внешний вид человека, да, то есть человек выглядит здорово, по сути, да, то есть у него рубяные щечки, прям хорошо он там, хорошо выглядит, аппетитненько. Вот, если мы говорим you look good, то это имеется в виду, что у тебя светятся глаза, да, то есть эмоционально это вот как-то хорошо прям, да, то есть видно, что у тебя какой-то эмоционально хороший период. Да, опять же, разница I'm well – да, я чувствую себя хорошо, имеется в виду, да, то есть у меня со здоровьем все хорошо. И I am good – имеется в виду то, что у меня эмоционально все хорошо, да, какой-то хороший период времени. Просто, да, переполняют меня положительные эмоции. Давайте двигаться дальше. Вот отсюда возьмем две фразы, ну, точнее, даже два прилагательных, да, как делать комплименты. Вот из предыдущего отрывка у нас было you look well, да, когда хотим просто сделать, ну, то, что ты хорошо выглядишь, да, и отсюда можно взять you look fantastic, да, да, выглядишь отлично, фантастически, супер, и you both look gorgeous, да, восхитительно, you both, вы оба выглядите восхитительно, да, запоминаем fantastic, gorgeous. Едем дальше. Вот, дальше такая тоже странная шутка от будущей жены, да, отца вот этих двух женщин. Нам сестра спрашивает, is that fur? Да, это мех, ну, в смысле настоящий, да, и мама отвечает, yes, but it's okay, cause it had a stroke. Да, да, это настоящий мех, но всё нормально, да, это, типа, животное умерло от инсульта. Ну да, наверное, нормально в этом случае. Вот, тут тоже отличный диалог между вот этой женщиной и священником, да. Можно ли за это попасть в ад, да, ну, это продолжение вот про мех, да, можно ли за то, что я ношу эту сумку попасть в ад? И священник отвечает, нет, ну, если вы исповедуетесь, ну, как бы, да. Вот, запоминаем отсюда слово confess, да, может, значит, как исповедоваться, либо признаваться в чём-то. Например, я могу сказать, Она призналась своему мужу, что продала обручальное кольцо. Да, исповедоваться, признаваться. Confess. Едем дальше. Вот, ну, соответственно, она вышесказанная, она отвечает на Обожаю католиков. Может сойти с рук всё, что угодно. Get away with. Да, то есть остаться безнаказанным, сойти с рук. Get away with. Запоминаем. И едем дальше. Вот, дальше уже разговор заходит про то, что сестра главной героини и её муж уже полгода не пьют. Вот, ну, это узнаете в сериале. Вот, и, ну, естественно, все спрашивают, зачем вы это делаете. Они отвечают, ну, мы просто решили, это нас как-то сближает, и нам и без этого хорошо. Вот, и муж говорит It really turned us around. Да, то есть, это реально нас изменило в лучшую сторону. Turn something или someone around. Да, когда что-то меняется в лучшую сторону, улучшается. Давайте послушаем с вами, как он произнес эту фразу. Вот, и дальше он выдает И мы пытаемся завести ребёнка. Да, вы тоже запоминаете прям фразу целиком. Пытаться завести ребёнка. Ну, тут, конечно, все обалдели, и главная героиня реагирует следующим образом. Да, она не доверяет своей сестре и говорит Something's up. Что-то здесь не так. Something's up. Она тоже прям запоминает эту фразу целиком. Обычно be up вот в таких вот случаях значит, что что-то не так, что-то происходит. Да, есть, конечно, такой вопрос, да, what's up, который у нас заменяет how are you, hello, how are you. Да, он как бы нейтральный, просто что как у тебя там по жизни, бро, и все дела. Вот, или когда вы говорите I think that something's up. Да, это значит то, что я думаю, что что-то происходит в плане нехорошее. Обычно мы вот эту фразу используем для каких-то негативных ситуаций. Едем дальше. Невеста, отца, она художник, скульптор, что-то в этом роде. В общем, она устроила свою какую-то выставку, которая называется Sexhibition. Вот, ну, то есть, по сути, она, ну, это как порно-выставка, я не знаю, то есть, все посвящено сексу, по сути. И они ездили в Японию с этой, соответственно, с Exhibition, и японцы отреагировали следующим образом. То есть, ее выставка, нам это манатрюхикена говорит, что японцы были очень тронуты ее работой, и это стало для них как новой волной в искусстве, да, в культуре. Запоминаем отсюда выражение Be deeply moved by something, надо быть глубоко тронутым чем-то, и cultural wave, да, это как, ну, культурная волна, либо культурное веяние какое-то, вот, ну, как бы, да, неудивительно, наверное, мы бы тоже были deeply moved, если бы сходить на такую выставку. Ну, и, соответственно, давайте посмотрим последний кадр на то, как бедная несчастная, да, наша главная героиня реагирует на все происходящее. Ну, в общем, понятно, да, как закончился весь ужин, да, семейный, а мы с вами пройдемся еще разочек по словам, которые я для вас выбрала из этого отрывка. Первый jumpsuit, это у нас комбинезон, дальше ты выглядишь хорошо, ты выглядишь шикарно, ты выглядишь восхитительно. Have a stroke, да, пережить инсульт. Confess, исповедоваться, либо признаваться в чем-то. Get away with, когда нам сходит что-то с рук, да, например, he got away with a crime, ему сошло с рук преступление. Turn something или somebody around, изменить что-то к лучшему. Try for a baby, пытаться завести ребенка. Something's up, что-то здесь не так, что-то происходит. Be deeply moved by something, быть глубоко тронутым чем-то. Cause, вызывать, быть причиной чего-то. И cultural wave, культурная волна, культурное веяние. Вот такие дела, мои дорогие друзья. Смотрите то, что вам нравится, получайте удовольствие от жизни и от изучения английского языка. Я вас люблю and see you very, very soon. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok